Сосредоточенный, но вместе с тем энергичный и полный нетерпения, как можно скорее приступить к работе по факту обращения. Несмотря на занятость, Леонид Брич уделяет нам время для интервью. Здравствуйте. Леонид Григорьевич, по вашему настроению видно, что и на этот раз прямая телефонная линия прошла эффективно и плодотворно. Плодотворно, да. Насчет эффективности нельзя сказать, что совсем эффективно, потому что вопросы задавались, которые сразу не найдешь ответа, над которыми нужно еще поработать. Потому что есть вопросы, которые требуют времени, требуют обдумывания, в том числе согласованных принятия решений. Такие бытовые вопросы, связанные с собственностью, принадлежащей на совместных условиях с бывшим мужем, и которые требуют сегодня разбирательства, хотя уже прошли и суды, в том числе и областной. Но здесь есть определенные судебные, даже не судебные, а законодательные такие пробелы, которые нужно урегулировать. И сегодня действительно нужно мне еще раз вернуться к этому вопросу, в том числе разговор провести и с руководством Верховного суда, и в письменном виде также. Здесь были обращения не избирателей, но сегодня живущих в нас на территории избирательного округа, не граждан Республики Беларусь, которые требуют решения сегодня на законодательном уровне, и даже может не на законодательном, а вышестоящих инстанции для того, чтобы гражданину Грузии предоставить возможность ввоза транспорта без обложения таможенной пошлины, его и личного транспорта. Работать в интересах своих избирателей – цель номер один. В ходе беседы Леонид Брич признается, что все же личные приемы куда эффективнее связи по телефону. Леонид Григорьевич, прямые телефонные линии, личные приемы как-то отличаются формы работы? Ну вы знаете, что прямой контакт с человеком и что по телефону – это разные. Когда человек приходит на личный прием, ты видишь его глаза, видишь его выражение, сопереживание, и в конечном итоге личные приемы, я считаю, лучше и эффективнее, потому что как бы даже сопереживаешь больше с человеком, заявителем, и понимаешь, где может быть он уже начинает как бы больше переходить на личные, вот, чисто личные, а за его вопросом может кроется комплекс вопросов, которые нужно раскрыть. То есть и по телефону этого не слышишь, не понимаешь. Вот когда вот, и больше начинаешь заниматься, когда по телефону как бы личной проблемой, не понимая до конца, что это может быть действительно лично для него. Хотя это тоже нужно решать. Сегодня с личных приемов, с телефонных прямых линий тоже решается много комплексных вопросов, в том числе касающихся всех, ну, других избирателей, если так уж отвечать. Еще очень интересно, сезонность как-то влияет на характер обращений? Вы знаете, вот в этом созыве, я хочу сказать, даже с учетом вот той ситуации, вызванной вот пандемией, я хочу сказать, что как-то я бы не заметил. Хотя есть вопросы, особенно в канун Нового года или сразу после Нового года, в канун праздника, вот 9 мая как-то меньше, в канун больших праздников как-то меньше. А вот даже, и вот сейчас я хочу сказать, по 7, по 8, по 9 звонков, вот у нас уже 3, вот апрель, май, и вот сейчас июнь месяц, вот три телефонных прямых линии состоялось, я хочу сказать, что достаточно много звонков. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич не только регулярно проводит личные приемы и прямые телефонные линии в своем округе, но и отслеживает, как решаются его поручения. Бричанка Марина Бужак живет в доме, что на улице Героев обороны Брестской крепости 42, дом после капитального ремонта. Проблемным оказался вопрос благоустройства дворовой территории. Это сегодня на дороге лежит свежий гладкий асфальт, а еще недавно здесь была яма. В ремонте этого участка дороги оказал содействие Леонид Брич. Как говорится, ситуация решилась с первого звонка. Плитку положили, землю засыпали, а здесь образовалась глубиной сантиметров 20 яма, которая была чуть-чуть щебнем засыпана, и когда шли дожди, она наполнялась водой. Мне хочется, чтобы этот двор, это место, которое является главным историческим местом в нашем городе, выглядело достойно. Так вот, это лишь одна ситуация, благополучно разрешившаяся благодаря помощи депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонида Брича. Таких ситуаций десятки. И это практическое подтверждение фразы «все должно делаться для людей». Виктория Нечаева, Дород Букнович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.